Что делает человека подлинно счастливым? Какую жизненную цель можно назвать благородной? Почему достижения прогресса, дающие человеку удобство и комфорт, могут быть опасны для человечества? Эти извечные вопросы стали темами итогового сочинения одиннадцатиклассников, которые они писали сегодня. Уже семь лет эта работа является прямым допуском к единому госэкзамену. Оценивается в формате «Зачет-незачет». Наша съемочная группа ни пуха ни пера желала выпускникам средней школы номер шесть. В день проведения итогового сочинения в школах только выпускники и ученики начальных классов. Остальные сегодня на дистанте. В коридорах тишина. Это 12 учеников одиннадцатого А-класса. В шестой школе он всего один. Сегодня ребята вышли на финишную прямую, через полгода выпускной и получение аттестата. А пока надо написать итоговое сочинение, чтобы получить допуск к ЕГЭ. Ярослава Селиванова волнуется, но понимает, что должна справиться. Боюсь, что не смогу подобрать правильные аргументы к сочинению. Но мы готовились вместе с учителем, соответственно, писали пробные сочинения. Пару раз в неделю мы точно этим занимались. Соответственно, читали произведения. И изначально не очень хорошо получалось, в силу того, что не знала, как это сделать, как подобрать. И не сходились иногда аргументы. Но наработала руку, и все, начало получаться. А вот в Никиту Хорошунова уверенность вселяет недавно прочитанное литературное произведение. Я недавно прочитал поиск о настоящем человеке, написал ее Борис Полевой. Это просто отличное произведение. Оно рассказывает о пилоте, который попал в безвыходную ситуацию и смог из нее найти выход. В отличие от ЕГЭ, итоговое сочинение ребята пишут в родных школах, что дает плюс один к уверенности. Аудитория специально подготовленная. Всюду камеры, наблюдатели, дистанции, рассадка по одному. Напротив класса – медкабинет. Организован медицинский кабинет специально для таких целей. Для оказания неотложной помощи ученикам, у которых возникают какие-то проблемы, допустим, с здоровьем. Они обращаются, мы оказываем неотложную помощь, все это фиксируем. Чтобы подобная нагрузка среди года не стала стрессом, старались и педагоги, и специалисты. Да, с детьми была организована работа как и классных руководителей, так и школьных психологов. Были приглашены психологи из медицинских организаций городского округа. Поэтому и этап этот они прошли уже в девятом классе. В одиннадцатом, конечно, все идет посерьезней. Но, в принципе, все остается на том же уровне. В Старомосколе и Селах на сегодня 904 ученика одиннадцатых классов. Итоговое сочинение сдают 902 выпускника. Трое из них пропустили экзамены за проблем со здоровьем. Двое – ребята с ОВЗ. Они выбрали для себя альтернативу – изложение.